ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы довольно подробно говорили на всяких мастер-классах. Мы их говорили про фанк, шафл, про такие вот вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам нужно играть всё, кроме того, что уже сыграно на фонограмме. Как правило, в поп-музыке на фонограмме что-то уже есть. Например, шафл, может быть, шейкер записан. Или какая-нибудь щёлкающая штука, кабаса или что-нибудь ещё. То есть если вы слышите что-то вот такое на фонограмме, и оно уже есть, большой совет это не повторять, потому что, первое, это тот шанс, где вы просто можете навалять несовпадений, флэмов, там даже микро, они слышны. Ну, чисто практически не стоит. А второе, нет смысла дублировать то, что кто-то уже делает, потому что там, я много раз об этом говорю, помимо вас будет кто-то петь, кто-то играть на басу, и ещё непонятно, как это будет происходить. Поэтому чем меньше вы будете перекрывать чьи-то пути, тем меньше будет вот этих вот клэшей, вот этих, ну, проблемных мест. Поэтому, если вы слышите нагруженную фонограмму, старайтесь играть меньше, но с шафлом вот какая сложность. То есть когда вы заполняете все ноты, то это механически удерживает вашу триольность. То есть вам из триольности просто так не выйти. Она всё время есть. Как только вы перестаёте играть, вы можете запросто этот шафл растянуть. То есть вот смотрите, вот это вот не шафл. А вот это шафл. Вот разница будет для меня заключаться в том, что я изнутри генерирую триольный пульс. То есть я его не играю, но я его, скажем, ну, пою. И время от времени я делаю маленькие вставки, призрачные ноты, открывания хай-хетов. Вот они несут нагрузку триольного характера. Внимательно. Не слышно почти. То есть если вы сыграете там, то вы перекроете, я повторяю, других людей. А так... Ну, нужно иметь в виду, поскольку вы играете это тихо, в том числе и для вас это тихо, это вот те места, где в первую очередь происходят ошибки. То есть вы можете растянуть, и из триольного пульса она выйдет в обычный шестнадцатый. И вы будете думать, что вы играете вот так, а наружу будет звучать. Это уже, конечно, не шаху. Ваше заполнение, ну, это правило, конечно, есть исключение, заполнение должно быть строго в триольном пульсе и желательно в бендовом характере. Вот эти вот очень хорошо работают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 звучит то есть ни фраза не интонация ничего несколько упражнений я бы хотел показать ну во первых есть стандартные упражнения которые показаны на видео back или там next step то есть вы играете группу триоли в разных комбинациях с басовым барабаном для из того чтобы они все были на одном динамическом уровне советую я все вариации брать не только популярную роковую комбинацию вот эту из-за такта то есть а вот эту например тоже это басовый барабан попадает на 1 и комбинацию мою любимую когда он попадает из триоли на вторую ноту я советую хай-хет обязательно ну вторую четвертую это замечательно или просто четверти то есть какой-то источник времени это первое второе ну вот двойки но если вы используете пластики какие-нибудь двойные и прозрачные они не очень хорошо работают для двоек пол жизни так тоже делал вот я сейчас использую пластики ну рымо конечно но они кого-то там басадор чуть более тонкая версия и это дает возможность играть такие вещи ну короче говоря двойки и в этой ситуации двойка по словам барабане она либо слабого человека слишком либо слишком громкая вот хороший пример который я думаю у вас может заинтересовать сколько это пяти ударная дробь или семи ударная дробь получится дробь из пяти шестнадцать дробь из девяти ударная дробь то есть я играю комбинации которые включают в себя одну двойку здесь одну двойку здесь акцент на низком доме и на басовом барабане идея ну а первых они звучат по-моему хорошо но идея сбалансировать эти вещи то есть вот это в разу аналогично тем которые мы когда-то играли вот так и 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 Я не могу сказать, что это какая-то великая музыка Но если сочетать их с другими, которые я сейчас покажу Вы получите целый набор упражнений для развития этого баланса Второй момент Левая рука на томах, особенно в традиционном захвате Обычно вот это Всё слышно А человек начинает играть что-то левой рукой И он не слышит Особенно в традиционном захвате Мы сыграем на томах то, что получалось тихо здесь То есть вместо вот этого Мы будем вот что иметь Создается полностью противоположный эффект В голове я пою тан-тан-так-тан-тан-тан-тан А наизнанку слышно То есть полностью оборот фразы И они хорошо сочетаются вместе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 При занятиях очень хорошо, и это в теме мастер-класса Ставить себе задачи, которых вы себе не ставили То есть вот это один из вариантов Я годами играю эти фразы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часами можно это играть, это легко дается и так далее Но все время фактически получается, что я играю мелодию правой рукой Вот отличное упражнение и отличная задача для левой руки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы получаете вот какое-то новое измерение Тех же самых фраз Вкратце повторю Левой рукой первое Вы заполняете левой рукой фразы, которые вы привыкли вести правой рукой Вы слышите изнанку фразы То есть то, что входит С чего я начинал систему независимых передач Второе Вы балансируете двойки на разных поверхностях В том числе на этих ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое последнее Вы просто работаете над тем, чтобы двойки были ровные Вкратце Мы поговорили сначала о том, как независимо работать над каждой конечностью на малом барабане То есть метод независимых Конечностей смотреть Как это очень важно при работе на установке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть я физически играю парадилл Но я сейчас слышу партию каждой руки И я работал долгое время над ними индивидуально Об этом поговорили О том, как заставить фразу свинговать хотя бы на уровне каком-то примитивном О том, как раскрыть какие-то рудименты То есть Сделать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И заставить их как-то создавать какой-то свинг